Всем привет! Сегодня я хочу показать вам учебник по русскому языку, который называется «Русский сувенир», автор Ирины Мазилова. Этот учебник привлек мое внимание тем, что он очень яркий, красочный, но, конечно, не только яркость или цвета этого учебника важны мне как преподавателю. Учебник очень четко структурирован, он содержит 10 больших тем, и каждая из них подразделяется еще на три подтемы. Я думаю, и преподавателю, и студенту очень важно понимать, что они изучают на этом уроке. Если я открываю урок номер 4, я вижу, что тема урока в городе, я вижу, какие я новые слова изучаю, какая фонетика здесь затрагивается, какая грамматика, какие конструкции отрабатываются в этом уроке. Помимо учебника есть рабочая тетрадь, которая также соответствует номеру урока в учебнике. В этой тетради вы можете закрепить материал, который вы изучили на уроке. Если вы преподаватель русского языка, то вам будет важно знать, что в этом комплекте также есть книга для преподавателя. Здесь автор рекомендует, как пользоваться учебником, дает подробные описания заданий. К учебнику также прилагается диск, на котором есть озвученные задания к учебнику и к рабочей тетради. И я хочу задать несколько вопросов автору этого учебника, Ирине Майзеловой, по скайпу. Привет, Ирина! Привет, Настя! Рада с тобой поговорить по скайпу. Я тоже рада, как всегда, тебя видеть. Расскажи, пожалуйста, как тебе вообще пришла идея написать такой учебник? Мне помогло то, что я была уже преподавателем, и я могла видеть, что нужно людям, что нужно моим ученикам. И я имела возможность сразу на них отрабатывать все эти материалы. Но если смотреть дальше и глубже, то, конечно же, написать учебник по языку – это моя мечта детства. Когда я смотрела на учебники английского языка, я всегда думала, что вот я бы здесь сделала так, а вот здесь так. Мне всегда казалось, что у меня к этому есть какой-то талант и способность. Учебник, как мне, очень нравится. Он очень яркий и красочный. И скажи, пожалуйста, как ты считаешь, насколько важно, чтобы учебник был вот таким ярким и красочным? Ну, для меня как? Для визуала это, правда, очень важно. Но я считаю, что это влияет прямым образом на мотивацию учеников. Потому что, когда они открывают учебник черно-белый, без картинок, какой-то, оно уже заведомо отпугивает. Ты даже, в принципе, не хочешь смотреть, что там внутри. И очень часто картинки, они нужны для выполнения коммуникативной функции. Например, посмотрите на фотографии, обсудите, соедините фотографии и слова. Так сейчас принято, это такой стандарт. Но, конечно же, все люди любят, когда всё красиво. Конечно же, это всё должно быть оправдано, не только картинки. Очень важно, и что внутри, методически правильно. Но это тоже важно, и это нельзя опускать. Насколько я понимаю, ты сама работаешь по этому учебнику. Какие у тебя впечатления от работы с ним, и какие впечатления у студентов от работы с этим учебником? Ну, впечатления у меня самые приятные, потому что, ну, мне-то теперь вообще не надо, если я использую этот учебник, готовиться к урокам. Если раньше у меня было такое, что я могла дня два готовить один урок, особенно, когда я начинала работать. Сейчас я всё знаю, но даже не для меня, даже для других преподавателей, которые будут использовать этот учебник, плюсом будет наличие методического пособия для преподавателей, потому что там именно поэтапно расписано вот каждый урок, что нужно делать. И помимо этого, там есть такая интересная рубрика, называется «Методический комментарий». И там я даю свои советы, с чем я столкнулась, с какими проблемами я столкнулась. Например, ученики могут у вас спросить вот это, вот это, но им пока это рано знать. Поэтому выкрутитесь и приведите в пример вот другое слово, там, среднего рода, которое не меняет окончание. Вот такие советы, они особенно будут полезны начинающим преподавателям, потому что там я вот весь свой опыт, все свои знания туда вложила. Мой канал смотрит много иностранцев, которые изучают русский язык. И какие бы ты дала советы по изучению русского языка? Ну, у меня в таких вопросах два совета. Первое – никогда не терять веру в успех. Самое главное – верить, что результат будет достигнут. И второе, что очень важно – это желание. Ну, я думаю, раз они изучают, значит, желание у них уже есть. Но им нужно всегда подогревать эту мотивацию. Прям придумывать, как самим себя вдохновлять. Вот кого что, у кого-то красивые, я не знаю, вдохновляют вещи, атрибуты, у кого-то интересные приложения в девайсах. Но нужно самим себя вдохновлять, поддерживать. И самое главное – верить в то, что успех будет достигнут. И пусть их подбодрит идея того, что очень много людей уже говорят по-русски, для которых русский вначале был темным лесом. Все возможно. Спасибо большое, Ира, за ответы. Спасибо тебе, Настя. Пока. Пока.